Следующая работа, это работа против так называемого колхозника То есть случайно вдруг мы увидим колхозника, да еще и высокого И думаем, что же делать против него Потому что самое сложное, работать против человека, который ничего не умеет Против напористого, наглого, борзого противника, который техники не знает Но который просто своим напором хочет вас сломать Здесь важно не растеряться Потому что когда человек идет вот такими ударами, Саша А в основном люди и так начинают закрываться и теряться, и вас забивают Здесь как раз и нужны принципы венчунь Принцип контроля центральной линии Принцип контроля рук человека, ваше пончи сау Но опять же оно незаметно То есть если мы работаем в пончи сау, красиво, да С давлением работаем, неважно с чем, да Здесь мы учимся нарабатывать чувствительность, чтобы понимать давление рук Чтобы чувствовать через руки баланс противника, да Чтобы почувствовать, в какую сторону там баланс сбился, да, вы его свалили Вот И дальше вот эту всю красоту, вот эту всю чувствительность, да Вы переносите на ситуацию, когда на вас партнер идет с колхозной работой То есть он идет на вас И ваша задача перекрываться и контролировать центральную линию вниз, вылепать И все Дальше уже два сильных удара человек лежит Вот Классическая ошибка, которую делают люди на улице Это партнер на вас идет Если вы делаете больше двух-трех шагов, вас задавит Потому что дальше он включит ноги и будет просто по-футбольному бить вас ногами То есть он идет на вас и ногами вошел Да, все, вы проиграли Ваша задача парировать один, два, ну максимум три движения Но три это уже много То есть на вас партнер пошел, вы раз, два, три И начинаете, вот, контроль Работать На атаку по коленной, по коленной чашечке И добиваем То есть ни в коем случае нельзя партнеру дать развить атаку Это может быть контроль рук Да, когда вы руки контролируете, центральную линию, вылезаете, бьете Это может быть Удав по человека И дальше добивать человека локтями Это может быть все, что угодно Медленно работай Важен принцип, смотрите Принцип венчуни Контроль рук И впоследствии атака Это может быть атака Как одновременно, да, вы вылетаете в человека Возможно, атака и не одновременно, да То есть, ну, пропустили и человека бьем Самое важное, это не раскрывать такую центральную линию, чтобы вас не забили Вот А учиться контролировать Стоп, квадратик Вот эти две стороны И вот эту сторону Потому что сверху летит Здесь важно ручку Важно эту вертикальную линию тоже контролировать Ругля Раз, два, три, квадратик И когда партнеры работают на вас, да Ваша задача войти и бить Сразу говорю, не бывает такого боя практически Когда вы не пропускаете ни одного удара Поэтому, если даже на вам попался вскользь удар Все равно нужно добивать Ни в коем случае не останавливаться Но, конечно, если полностью провести спарринг по венчуню без масок То травмы будут, конечно же, жесткие Потому что удары локтями, удары коленями, головой И всевозможными частями тела Там, к сожалению К сожалению, присутствуют И это очень травмоопасно Есть такой Даже в тайском боксе сейчас убрали все удары локтями Вот, они остались только в классическом тайском боксе По-моему, он называется Муай Баран Вот, но это Вот этот классический тайский бокс Он крайне травмоопасен И даже, наверное, смертельно опасен Потому что удар голым локтем в голову Это летальный исход Или смеемся до конца жизни Вот Приготовились Первый номер начинает спокойно И просто как гопник работать Второй номер контролирует руки Кира, ты гопник Показываем атаку локтем по спине Это важно Еще важен один фактор Это скорость и экономичность движений То есть, если человек идет на вас размашистое движение Ваши задачи очень коротко ударить Еще раз медленно Найти лазейку Раз Ударили лазейку нашли И дорабатываем Удар голым костяным кулаком Будь то он наносится вот таким вот образом Или вот таким вот образом Но он достаточно разрушителен Плюс венчунь учит так называемым дюймовым ударом И ударом со сверхкороткой дистанции То есть, если мы работаем Смотрите внимательно Раз движение, да? Для второго удара я не буду замахиваться Я сделаю короткое движение Больно, Саша? Да Я могу бить так очень долго и упорно Пока человек не свалится Вот Это еще один навык Который ставится в колой венчунь Ребята, вы должны в падении человека бить Пока человек катает Он должен получать удары Он летит Бьем, бьем Чем-нибудь за ними работаем Многие кто будет не убивать Давай, давай, давай Бей его, бей Молодец, молодец Колени Колени Опа, молодец Вот это называется Опа, проиграли Еще и подоконник чуть не хомали Работаем